небо целуют кометы вы смеетесь опять потому что виктор авра на сегодня проходить будем мы продолжать 39 часть друзья и мы с матч чем предприняли много усилий вы сейчас видите что у нас есть уже единичка в скобочках возле уровня это означает что мы повысили уровень получили как здесь называется уровень славы с ним дается просто вот такой вот сундучок и мы с матч чем приложили много усилий чтобы понять как же в этой башне сделать это задание с призраками сейчас будем его делать нигде как нигде до описания не было непонятно как делалось но может быть в английской версии это правильно описано но вообще их нужно убить скиллами молота и просто нужно добивать вот либо этим скиллом либо вот этим мы ходили их били били смотрели и когда молотом в один раз в части так и вот сработали долбанули посмотрели что нам прибавился нашу копилку призраков 1 итак определили поэтому поэтому даже наверно уничтожить призраки так и назовем эту часть чтобы она оказалась полезной всем тем кто будет мучиться с этим заданием не знаю как его выполнить правильно а так конечно радостно всех вас приветствовать мы с вами сделали уже так много виктори в ранее чем больше чем больше мы пребываем вместе чем больше мы тут на хардкоре проходим тем интереснее это все чем больше смеяться смех жизнь продлевает ненадолго конечно но тем не менее как он ушел бомбу ушел как так что крепкий такое да ну реально тут бронебойность нужно опять же нужно как я кстати говорил в одной из все что у меня картам это дьявол было и очень радовался сам да она работала не так как надо было я неправильно прочитал там было не за к любую карту именно запорочную дается плюс бронебойности а порочную меня только одна была поэтому я лоханулся жестко главное вовремя определил и заметил главное то что вы смеетесь опять с того что то что то что то что то что то и на 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 ой там копать будет этот тиранически накопает еще те которые которые головы снимают я ему 2700 сейчас про это пропилил пробумеранжел я видел вайк надо полечиться ребят и вот меня власть да и пироманки выключат успеху тиранический пиромантик издалека да до одного времени котики стали молотобойцами молотобойцы стали котиками судя чё то все меняется с бронебойности очень жестко не хватает я посылаю так тут надо быть готовым да давай и быть очень осторожным осторожно потому что они тут будут это визгливое бедствие сам помнишь крепкая да я помню наверное сейчас я бронебойности поставлю потому что мы сейчас тупо молотами будем да а что ты в пляжном костюмчике да я не видел у тебя отличный пляжный костюмчик так надо их дамажить но оставлять на добивание молотами ну в смысле скиллами молотов не забывая про это добил его зачитали здесь еще один сейчас ну он ушел он от бомбы ушел как так так вот уже два из пяти есть ой чуть чуть сейчас делаю блин я щас сжег просто озер три перед просмотром перед просмотром да все знают что надо делать четыре ну один остался по сути ай ребята на меня кричат визжат я ощущаю озеро моих не убил сейчас он ушел от меня 5 так деду у меня строго от бабушки ушел и от матча ушел ужас совсем в ноль просто как же это в кресло крепкие ребята они очень крепкие я хочу на ней изменить скилл но у меня он это озеро вызывает поэтому я там чуть чуть косой подамажил косой да еще пять мне на озере приходится бить в пол я не знаю что сейчас сейчас откатываю сделаю лайк и я скотов но не видеть это еще не все 4 5 лично отлично все и ранее я хотел прочитать титанический тиранический призрачи ронически я короче его бумерангами скидаем тиранических просто спасибо все все готово валим теперь с вами давай добьем или ты хочешь уйти рисковый парень да но если что то можем уйти конечно нормально лайк где ж нормально то я пойду хотя мне сейчас есть что ты не сказал лайк перевернулась визгливое бедствие вот сейчас будет страшно сейчас будет ненормальный сейчас будет больно а я его бумерангом куда все трое на 1 я не могу еще помочь хп понял я ухожу на начало трое на 1 это жестко а это визгливое бедствие я думал кого это дамаж легко мы его сделали здесь ну да бумеранги его сделали я думаю может мне нарапировал уж пересили на косу ну потому что не мое просто молот он молот это мое ты знаешь ну как сказать опять опять цитирушь а я я я я я вот не надо цитируйте. Я ничего не цитирую. Я пью два раза. Один по голове. Да из какого-нибудь Варкрафта сто процентов. Из какого-нибудь. Да о Варкрафте так не говори, пожалуйста. Это не какой-нибудь. Великий Варкрафт. Не, я понял. Просто там несколько частей ведь, естественно. Поэтому я и не знаю. Видишь, тут насыпали подачек. Подачки эти. Да. Так, теперь второй хвост. Друзья, сто процентов выполненная локация. Призраки пять из пяти. Вонючие спамеры, к сожалению, не дают вам показать это все. А у меня почему-то нету их. А, потому что ты тыкнул на сетевой игрой и меня пригласил. Когда ты на нее уже тыкаешь, а активируется чат. Сюда в игру перейдем. Так, сейчас распродаем. Белого мусора ужас сколько набрал. Да. Никогда, никогда при трансмутации трех желтых у меня не выпадал фиолетовый там. Никогда. Мне так не везло. Там в чат какой-то чувак что-то написал. Да не поставь, что-то пишут. Не реагируй. Не, в игре именно кто-то написал. Да, кстати, друзья. Я тут молот, по-моему, трансмутировал до нужной кондиции. Покажу вам. Да. Молот сейчас у нас картами до конца уже улучшен. Это очень классно. Вот теперь надо скачок, скачок и бумеранг. Бумеранг. Есть у нас скачок, скачок и бумеранг. Бумеранг есть. Даже фиолетовый есть бумеранг. Так, это значит, что мы сейчас улучшим броню. А, у меня тоже что-то там в фиолетовый выпало. Сейчас улучшу. Этот пляжный костюмчик может улучшить. Сейчас. Я думаю, может... В нее еще столько можно напихать в эту броню. Побольше. В авангарда? Да. У тебя сколько сейчас броня? 78. У меня 82 уже. Я уже больше напихал. А, ты я просто ее не улучшил. Ну, я, пожалуй, ее надену, потому что это броня на слово. Так, а теперь у нас есть второй еще хвост. Да подожди с своим хвостами. Жду, жду. Вообще, да, у меня куча хвостов. Ну, там один хвост с раком носа, который ты мне должен будешь выполнить. Выполним без проблем. 8-6 теперь меня, теперь я тебе поднул. Тут хвосты легче добывать, чем... О, шельма синий, это то, что надо. Шельма. Практикуем. Шельма. Шельма. Так. Тут нужно... Вот сюда. Тайник от роботистов. Здесь за 120 секунд дальний бой. Тянда Фолианд брать. Определенно. Так, ты это хочешь? Хочу. Да, подожди, стой, стой, стой. Надо поставить карту лучник, чтобы урон был плюс в дальнем бою. Да, я, наверное, тоже сейчас все поставлю. Сейчас, да. А, ничего слова не лучше. А, вот 5. Вот, 30-50 теперь. Так, у меня же был еще один волк. Как так-то? Ага, вот он. Зачем волк? Да я просто ее трансмутирую. Это чисто на трансмутацию. Из волков хорошо делать фиолетовые, которые мне потом улучшать можно. А. Поставлю карту палач, плюс 40% к урону, носимому врагам, здоровье которых ниже 50%. Прикольно. Окей. Так, а я найду карту лучника, да. Я поставил одну. У меня плюс 20% к урону в дальнем. То же самое, да. Вместо, наверное, солнца сейчас ее поставлю. Я вообще полностью свою колоду заменил. На время этой спецоперации. И возьмем вот этот супер-мега... Хит. Сейчас посмотрю. У меня есть... Куромет, Бетрам, Химера, Куромет и Разряд. Вот я даже не знаю. Химера урон увеличится на 47%, все уровень здоровья выше 90%. Ну попробуем. А, у меня есть супер-карта. Попробуем с Химерой. Сейчас. Стой, стой, стой. Я поставил божественный символ. Он за каждую карту дает плюс к урону и плюс к критическому урону. Так что нормально. Пойдем. На счет, на счет два. Раз. Два. Три, потому что сам знаешь, что там надо делать. Да, да, да. Там не по мне. Давай, иди вперед, а я буду бездалека. Мне нельзя... Получать урон, тогда у меня у самого больше уронов. Так что мне насыпали на бошку? А, ну и я, кстати, не зря поставил. Слышу, он классно бьет. Давай, 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 давай. Да, скорость выпивать. Будем быстрее работать. Кстати, скиллы тоже можно. Юз только вдаль. Ну все. Сейчас нормально. Дальше. Давай, 6 из 30 только пока. Тут один парень. Ладно. Ну, ладно, ладно, ладно. У меня не откатился скилл. Я люблю заниматься массами. Мим это такое. На любителя. Ты его не вменяем сделал. А ты хорошо с ним закончил. Мы вообще половину сделали. Давай, вперед, идем. Ну нет, ну они не засчитаются. По-моему, Данис считается. Потому что это вспомогательность. Это вообще никакая бедность. Какой? Да котики. Е-мое, как он больно бьет. Да, особенно, когда не вменяемым становится. Вот он стал не вменяемым. Бегу к тебе. Да не надо, не надо, не надо. Уберу надо вдали. Далее, ты обидел. Ну, ко мне иди. Давай. Сейчас загрязет меня. Нормально, засчитала. Считала, хорошо. 27 секунд. Ну, жесть. Да вот этих больших, наверное, надо пропускать. Мы на них тратим время. Да, я пойду. Ай! Убегай! Так бумерангами тоже можно юзаться. Чего я туплю? Бывает. Тут пацаны, по-моему, должны быть. Вот они, да. Так, их нужно в дальнем бою. Ну, это вот можно так вот. Ну, поражение мы провалили. Надо вот по этим мелочам идти, а большие, в принципе... Фу на тебя, большой монстр. Правильно? Да, чё на меня? Их надо молотом, может даже выключать, если бы, чтобы они не распыкали. Да, молотом, это слабое, у меня, я лучше возьму косу. Давай в штаб. Попытка номер два. Знаешь, чё на попытке номер три надо делать? Да все уже знают на память. Не все. Ты готов? Никто не знает. Да, я готов, зашёл уже. Каурон убиваем. Ух, я не туда зашёл. Ну, блин. Я к тебе телепортирую. До чём хорошего настроения. Телепортируюсь. Что могу сказать? Тут. Ты способен, где я, я отвечу, тут. Что там, что, засчитываю? Что-то засчитываю, где сколько сейчас? Сейчас. 6 из 35. Так что, давай, у меня 7, не знаю, почему. Сейчас сразу от этого большого парня. Я в умерангом закинулся. Там ему не хватит, ты вот только раздраконишь этим. Я его, мол, там буду добивать. Ой, да, согласен. Нормально. Я его раздраконил. Мелких сейчас призову. Там с ними два больших. Вот на больших надо вот этот мега урон твой делать. Такой мега урон. Вот этот. Он невменяемый. Давай сюда. Комнатку маленьким. Так. Что-то осталось вообще? 21 у нас из 30. Вроде как неплохо. Отходи. Отходи. Да что ж ты его косой добил? Ну ты дал. Так ты молотом бы его добил. Какая разница? Так и молотом, если я гранатометом стреляю. У тебя молот был в руках? Нет. Нет, посмотришь на записи. У меня молот был. Так что уйдет. Ну может пролагало. Катур, блин. 26. Давай 4 осталось. А это оставляем. Он хронически вперед беги. И тут сейчас... Пусть мы сразу его сделаем. Пусть, 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 пусть. Пусть, пусть. Сейчас отбойный урон выпью. Все, я вам помню. Отлично, давай. Переключайся и долбите теперь. Ай! Переключайся, убегай. Убегай. Больно. Очень больно. Так, тут сейчас раздраконю чуваков. Уже один раздраконился. Я там сейчас его успокою быстро. Ну смотри, сейчас он может тоже тебя успокоить. Стой, подожди, дай я косу поставлю быстро. Хотя, наверное, не успею, не надо. Это опасно. Это опасно. 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 Ух ты. И переключайся по привычке на кассу, а там сейчас она стоит. Катастрофика на оружие. Ганатомет. А. Ух ты. Вот что мне продамажило так под консоль. Давай, давай, и сундучок откроем, может он выпадет. Какой? Ну, секрет. Где он, не помню. А вот тут. Вот тут. Вот тут. О, поиски сокровища. Позолоченный меч. Убийца далее. Штаб. Поиски сокровища. Далее. Замечательно, друзья. Мы подтянули два хвоста и показали вам, как этих призраков делать. Ну и сделали их там. Вот эти бомбы-пиявки, они настолько бесполезные, я их продам. Просто не глядя вообще. Правда бесполезные. А если глядя продашь, то что будет? Ну, тогда может быть начну жалеть, там думать, а может они были хорошие, а так. А. Понял, да? Ну да, да. Ты только если не глядя, смотри, не продай оружие там свое. Да, или душу. Я тебе этот совет в одной из первых частей говорил. Ну что, нам можно по сюжету двигаться. Вероятно. В торговый нам надо, давай зайдем. Я продал Божественного Война, а можно его вернуть? Верни обратно Божественного Война. О, вот это вот классная карта. Нам в сердце льда надо идти. Льва. Льва? Льва. Льва. Да, да. Там же холодно. Да, да. Не волнуйся, если они не спорят, что они будут сжигать. Да ну мы через этот не пойдем. Мы сейчас выйдем. Мы же там у нас должны... Казач, зачем ты туда пошел? Как? Ну, чтобы дальше сюжет продвинулся. А, так у меня он давно продвинулся. Ну. Это круто. Вот сюда почему-то мне показывают. А, вот. Вернемся в штаб, вернемся в штаб. А мы не можем туда телепортироваться, она закрыта была. Как? Вот так вот. Так мы же там были, нет или нет? Мы там не были, дай посмотрим. Я вернусь, значит, сапога, а ты тут остались. Давай. Так, значит, сапога. Так. Вот она. Паровой квартал, показываю. Нет. Вот сердце льда закрыто. К ней, вероятно, нужно подойти. Ну, пойдем. Может, у нас просто ключа не было нужного. Ну, да. Второй заходик к царковому кварталу. Аккуратненько, главное, аккуратненько. Береги себя. Матч. Да. Самое важное, я тебе не сказал. Каса, кстати, одно из лучших прям оружий. Да. Да, у него криты очень сильные и бронебойность очень гласная. Да, сильное заявление. Сейчас я поставлю себе нормальную карту. Просто мне, эту меня картон стоял на молот. Сейчас, еще раз цель поставлю. Во, 146. Так, ты уже спустился. Да, ну, силовой камень прочь, порочности, прочности. Только зачем они нужны. Хотя, я думаю, может быть, можно даже сделать особое оружие супер-мощное. Кстати, о вампирах. Ты там одного не прочитал? Да, да, прочитаю обязательно. Нам, по-моему, еще... Когда мы вот это вот все, друзья, искали, как нужно сделать. Мы заходили в бездну, и там нам еще мог кто-то попасться. Надо посмотреть, может, кто-то новый есть. О, аптечка. Очень хорошо. Ну, на самом деле, она может даже помочь. Ну, ты о ней мечтал. Ой, ой, ой. Там что-то страшное намечается. О, да. 3000 урона, и снеслось очень мало хп. Ужас. Как так? И у меня хилка не откатывала. Надо, наверное, отходить оттуда. Сзади там еще вампирчик поджаривает хорошенечко. Ну. Сейчас я его сам отжарю. У меня поджарит, а я его отжарю. Аккуратно. Так. Сурован быстренько набить. Что-то я всех притянул и никому ничего не нанес. Такое бывает. Такое только на вертолете. Ай. Так. Давай дальше чисто, да, по нужному нам направлению. Мы этот квартал, друзья, уже хорошенько изучали в предыдущем. части их. А за это, посмотрите, если не видели, он... Просто стрелок хочет хедшот поставить. Я всегда, когда их вижу, я на фулл отхиливаюсь, потому что даже если шоп-хед прошел, то голова не слетела с плеч как качан капусты. Он тоже любит бить по голове. Тут, помнишь, на мостике это с осады будет? Да. Я вижу их. Крепкие. Все урон набью. Котик. Вот он. Жесть. Две тысячи он отразил. Я только что видел. Это бред. Ну мы вдвоем его очень долго местили. Беги, беги. Беги на мост. Только смотри, будь готов отступать. Сзади, сзади, парень. Спереди уже нет, парень. Сзади уже тоже, да. А мы туда идем? Не, мы походу идем в цирк. Надо возвращаться. Не, не, там мы и дальше ведь можем пройти. А, да, 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 мы правильно идем. Там было больно. Смотри аккуратно, они больно делают. Жесть, косо, классно просто. Надо еще карту найти на косо. Я не помню, как она называется. Пожинать, я помню. По-моему, мы не идем не туда, мы идем в цирк. Тут ничего не будет. Тут ничего не будет. Там налево проход, потом прямо. Воу, я помню, ву, хорошо. Нормально. Тут разошелся. Да, я разошелся. Вообще в ярости от этой игры. Выпусти пар. Выпустил. Ребята тут танцевать хотят. Так, тут пушки можно сносить. Дым. Ни одну не снес. Класс. Но их можно сносить на самом деле. Да что ж. Ой, там чувак рассказ написал в чат. Тираду? Совсем там тирада. Голос. Ох, нет, вампиры. Подожди, это не то. Что такое? Ты в игру смотришь, я в комнату. Если ты в комнату будешь смотреть, тогда... Мы уцели, матч. Говорят, в этой пещере обитает сущность по имени Апокалипс. Это страшно? Вот здорово. Да. Так, сердце льда. Победить монстра с помощью коса. С помощью бомб. Ничего себе, каких бомб? Это с миномета что ли? У меня есть эти огненные бомбы. А, вот этих бомб. С помощью пауков-бомбардиров. Да, входим и сразу в штаб. Просто локацию откроем. Никогда не был в столь противоестественном месте. Я давно привык к гниению и распаду, но тут снег и лед в это время года? Ну, просто холодная пещера, что его удивляет. Тут на светках можно набивать урон. Слушай, что лучше просто локация. Да, я уже ушел, но я видел, как ты их там просто трощил. Все обожают локацию. Сейчас посмотрим, как мы будем обожать ее дальше. Давай карты посмотрим. Это вампира-графы, не забудьте прочитать. Обязательно, спасибо. Хорошее напоминание. Правильное, полезное. Итак, кодекс, друзья. Кодекс и монстры, и вампиры, и вампир-граф. И вот вампир-царище, по-моему, появилось у нас. Не, не помню. Ну, прочитай. Какая разница. Так, вампир-граф. Графы, искушенные мучители, и любят поиграть в кошки-мышки со своими жертвами. Легкость, которая не извлекает жизненную силу, наводит меня на мысль, что они разбрасываются ею по извращенной прихоти. Они просто поглощают. Быть может, мне показалось, но я чувствовал их низменный восторг, пока на бегу пытался собрать кровавые сферы. И вампир-царь. Знать смертных и знать вампиров не так уж разнится. Не так уж разнится. Грязную работу за эти сословия всегда делает кто-то другой. Вампир-царь вечно поджаривает меня магическими стрелами, при этом натравливая на меня свою свиту. Вот такой вот выдалась эта часть. Классно, что мы подтянули несколько хвостов. У нас осталось там их всего парочку. И дальше двинемся, проходить Виктором Радном в следующей части. Обязательно придите, обязательно посмотрите, друзья. 50-й уровень персонажей на хардкоре и первый уровень славы. Это вам не шутки. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok